В Карачаево-Черкесии открылся крупнейший комплекс по откорму овец на Северном Кавказе мощностью 50 тысяч голов единовременного содержания в рамках реализации инвестиционного проекта «Домотэ» по производству и переработке баранины в СКФО. Получить лидирующую позицию по развитию овцеводства в Российской Федерации – цель амбициозная, но выполнимая. С торжественного открытия репортаж Альбины Ламковой. В центре внимания, конечно же, сами овцы. Их здоровый вид и ухоженность говорят о высоком содержании животных. После выхода производства на полную мощность здесь планируют содержать до 50 тысяч голов единовременно. На сегодняшний день на площадку привезли свыше 21 тысячи голов высокопродуктивных животных. Заполнено более 50% от общего объема. От кормочной площадки перед приемом новых овец заранее прошли специальную сервисную подготовку, дезинфекцию и застилку полов чистой соломы. Поступление скота продолжается. Безусловно, это площадка финального откорма. Финальный откорм – это примерно 30 до 60 дней до убоя. Она еще раз в общем объеме до 50 тысяч голов, а в обороте мы планируем 150 тысяч голов. Поэтому мы надеемся, что эта площадка будет одна из ключевых площадок, которая позволит нам развивать на Баранино-на-Сером Кавказе и в стране в целом. Строительство откормочного комплекса началось в 2021 году. Работы велись поэтапно. Летом этого года построили еще 16 навесов для выгула животных. Кроме того, возвели административно-бытовой корпус, объекты биологической безопасности и провели все необходимые коммуникации. В результате запуска комплекса под корму овец создано 120 рабочих мест. Площадка построена в рамках реализации проекта «Домотэ» по производству и переработке баранины в СКФО. Цель – создать ядро высокопродуктивных животных мясного направления. Увеличение мощности площадки в ударном – очередной шаг, который позволит вывести овцеводство в регионе на новый уровень. Благодаря открытию второй очереди увеличатся объемы сырья для завода в Черкесске. А фермеры получат еще больше возможностей для сбыта ягня, отметил генеральный директор «Домотэ» Андрей Седов на церемонии открытия от кормочного комплекса. В торжестве приняли участие заместители председателя правительства Корчаева Черкесии Мурат Сююнчев и директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Воскресенский, а также представители Национального союза овцеводов и банковской сферы. Гости мероприятия смогли лично убедиться в том, насколько серьезно подошли к созданию комплекса. При строительстве использовали современные материалы и технологии, которые позволяют создать комфортные условия для жизни животных и минимизировать воздействие на окружающую среду. Комплекс от корма рассчитан на выгульное круглогодичное содержание овец. Животные поступают с фермерских хозяйств Северного Кавказа, партнеров сервисной компании «Домотэ». От корма занимает 45-65 дней в зависимости от исходного веса. После этого овцы отправляются на завод «Домотэ» по переработке баранины, расположенной в Черкесске. Такой короткий срок от корма достигается с помощью сбалансированных рационов. Там, где мы скрестили барана высокопородного с аборигенными овцематками, здесь курдюк будет еще присутствовать. Но это вот в третьем поколении уже нет. Гости высоко оценили проделанный объем работ, познакомились с технологиями кормления и хода за животными. Также всем рассказали об инновационных решениях в области ветеринарной медицины. Сейчас я вижу, что столь глубокий научный подход, он, конечно, очень интересен и он принесет большой эффект. Я думаю, что те породы, которые здесь будут получены в результате селекции, они смогут приносить экономический эффект в овцеводстве, с которым мы пока еще даже не очень-то и знакомы. Надеемся, что предприятие будет идти в том графике, в котором они сейчас это себе представляют. Желаем им в этом успеха. У нас есть указ президента, который обязывает нас, животноводов, к 2030 году увеличить продукцию животноводства на 25% к 21 июня. В настоящий момент мы видим устойчивый тренд в республике по развитию животноводства. Так, за последние пять лет республика на 15% увеличила рост мяса во всех видах животноводческой продукции, на 13% увеличилось молоко. В этом году тоже идет рост полпроцента по яйцу, полпроцента по молоку и 3% по мясу. По мелкому рогатому скоту республика находится в лидерах. К аналогичному периоду прошлого года нарастили 10%. Это рекорд в этом году по России. Альбина Ламкова, Лимолхожев, Вести, Корчаево, Черкесия, Прикубанский район.